Привет, это 14 эпизод скринкастов на участь Rails и сегодня мы завершаем разговор про основные экшены RESTful контроллеров и поговорим про Action Destroy, который в нашем контроллере будет удалять товары из базы данных и пока, как вы видите, наш Action Destroy пустой, нам необходимо его заполнить Для этого мы сначала найдем соответствующий товар с помощью метода find класса item и, как обычно, здесь передадим ID товара, который необходимо найти и затем используем метод destroy на объекте класса item для того, чтобы удалить товар из базы данных Вот весь код, который у нас должен быть в методе destroy но вопрос заключается в том, каким образом пользователь, вернее администратор нашего интернет-магазина сможет удалять товары через браузер и для этого мы откроем наш шаблон index.html.rb который, напомню, выводит все товары, которые у нас есть в магазине вот таким образом и вот здесь мы создадим еще одну колонку справа от price и в ней у нас будут ссылки, которые позволят нам удалить товар из магазина то есть ссылки, которые позволят нам сделать запросы к Action Destroy и удалить этот товар здесь оставим пустой заголовок вот здесь добавим еще одну ячейку и воспользуемся методом linkTo но вопрос теперь заключается в том, что вот здесь указать в качестве второго аргумента какой путь должен быть указан в качестве второго аргумента давайте посмотрим на наш контроллер на Action Destroy вот здесь сверху написано, на какой URL должен прийти запрос об удалении товара это items1 соответственно, мы здесь можем написать itemPath и передать ему текущий товар i, потому что вот здесь у нас видно, что это переменная i, которая передается в блоке each ну или мы могли бы просто написать i без helper itemPath потому что это, потому что Rails автоматически поймет, что мы имеем в виду и сгенерировать необходимый путь но теперь проблема заключается в том, что HTTP глагол, который здесь используется это глагол delete а вот такая ссылка, которая будет сгенерирована у нас в данном случае она будет неправильная, потому что она отправит запрос в совсем другой Action в данном случае это будет Action Show, как вы видите потому что я нажал на ссылку и браузер направил меня по GET запросу в Action Show потому что Action Show у нас использует тот же самый URL, что и Action Destroy но только глагол, HTTP глагол у нас другой это глагол GET и вот здесь у нас как раз helper link to генерирует ссылку щелкнув по которой, браузер сделает именно GET запрос и вопрос состоит в том, как нам сделать delete запрос для этого нам нужно сначала убедиться, что у нас в нашем гем-файле то есть в списке гемов, которые используются нашим Rails-приложением раскомментирована вот эта строка, которую устанавливает гем jQuery Rails и этот гем, он нам в данном случае пригодится для того, чтобы сгенерировать особую ссылку которая будет работать только если в браузере включен JavaScript и эта ссылка позволит нам как раз сделать delete запрос каким образом? вот здесь мы просто укажем специальную опцию прошу прощения, method и в качестве значения мы передадим символ delete и тогда helper link to будет знать, что необходимо сгенерировать специальный JavaScript который позволит нам отправлять именно delete запрос на адрес items slash ID ну и вторая вещь, которую нам нужно сделать нам необходимо убедиться, что администратор случайно не нажмет на ссылку и не удалит товар поэтому нам необходимо показать ему сначала предупреждение о том, что он собирается удалить товар ну и теперь можно посмотреть, как это будет работать вернемся на страницу со списком товаров и попробуем нажать по ссылке мы видим, что появилось сообщение с предупреждением и если мы нажмем ok то у нас товар действительно удалится но появится ошибка template is missing она появилась потому, что у нас вот здесь в action destroy мы забыли сделать еще одну очень важную вещь мы забыли сделать redirect потому что поскольку action destroy по сути является отвечает не на get запрос а отвечает на delete запрос нам необходимо сделать именно redirect, а не render ну и в данном случае redirect можно на список всех товаров то есть на action index и сейчас мы можем посмотреть что произойдет если мы попробуем удалить 16 товар мы видим, что товар успешно удалился и у нас сразу практически незаметно произошел redirect снова на список товаров вот таким образом мы сегодня создали action destroy, который позволяет нам удалять товар из базы данных и заодно поправили наш шаблон индекс htmlrb и добавили ссылку, позволяющую собственно браузеру сделать запрос и удалить товар на сегодня у меня все напоминаю, что вы всегда можете задать вопросы касающиеся разработки приложений на rails в соответствующем разделе на сайте hasbrains Удачи! Субтитры создавал DimaTorzok